Всем привет! Сборка 7490 Новый игровой системный блок Такой золотой стандарт современного компьютера И самая продаваемая конфигурация на сегодня Это связка Core i5-12400F И видеокарты GeForce RTX 3060 на 12 ГБ Эти видеокарты в большинстве случаев только новые у нас идут Если 3060, то чаще всего покупают не новые Бушку годовалую Потому что ценник там по 26-28 тысяч за видюх А новая стоит 44-45 То 3060 на 12 в майнинге-то особо и не использовались Это были первые видеокарты У которых появился аппаратное ограничение в майнинге Low-Hash-Ray, так называемые карты А без LHR видюхи выпускались там буквально полгода Еще пока майнинга второй волны не было Поэтому 3060 это те видеокарты Которые в основном покупают как раз новые На Авито БУшка стоит не сильно дешевле, чем новая карта А новая есть новая, гарантия 3 года И в данном случае это у нас КФА-2 Бренд КФА-2 в Китае называется Galaxy Довольно-таки топовый бренд Крупная контора Эту контору в свое время купил Полит Но производитель независим от Полита Поэтому решение, хоть и кажется, что схоже Но КФА-2, мне кажется, повыше по уровню стоит, чем Полит Хотя у Полита есть топовые решения Типа геймроки какие-нибудь Где КФА-2 тоже Хоть и конкурирует, но Какой-то красотой что ли похвастаться не может В общем, в данном случае мы видим видеокарту 3060 Вроде как по низу рынка Но при этом видеокарта сделана лучше, чем Полидуал Это металлический бэкплейт Также две тепловые трубки Тот же самый примерно радиатор Только чуть все как-то пожестче Вентиляторы помассивнее Радиатор не закрыт полностью пластиком То есть есть откуда воздуху выходить Карты тихие Относительно холодные Ну и опять же, чем отличие Это все-таки металлический бэкплейт Против пластикового Полидуал 360 на 12 карта 112 бита Это та видеокарта, которой будет хватать И для разрешения 2К Тем более есть технология DLSS у всех RTX Когда производительность можно увеличить В некоторых игрушках чуть ли не трехкратно Просто используется принцип масштабируемости С низкого разрешения на высокий В общем, 3060 на 12 Поставили, купили И если у вас монитор Full HD То мне кажется, лет на 5 с этой видеокарты хватит Ну а гарантия у всех новых видеокарт 3 года KFA2 Не исключение возит эту видеокарту В основном DNS у нас Собран системный блок корпусе Cougar Duo Face Pro Если были до этого у нас просто Duo Face То сейчас черные коробки у нас кончились Белые еще вот они приехали А черные сейчас Duo Face Pro 6200 рублей стоит корпус Сделали нам определенный скидос Мы их все забрали Отличие 3 вентилятора на вдув В габаритах 120 мм против 2 вентиляторов 140 мм И корпус длиннее Длина примерно вот она Вот как от этой планки Вот настолько Чем обычный Duo Face В результате Самые-самые мощные видеокарты RTX 4 серии Очень длинные Сюда спокойно помещаются А в обычный Duo Face Не особо-то и лезет Приходится Выдумывать Как что Появилась вот эта планка Которая скрывает Кабеля Появилась штатная подставка В данном случае у нас Видеокарта даже Короткая Не дотягивается Эта подставка Но она здесь и не нужна Видюха у нас Все равно массивная Для 360 Но недостаточно массивная Для топовых видеокарт Вентиляторы 120 мм Тоже у нас с RGB подсветкой И находится в отдельном Кожухе металлическом Появился разъем Type-C В данном системном блоке Type-C не подключается Нету здесь на плате Разъемчика Ну USB 3.0 И все разъемы остальные активны Также у этого корпуса Есть контроллеры RGB подсветки Причем можно выбирать Откуда у нас подсветка идет С контроллера материнская плата Как в данном случае И управлять можно Программное обеспечение Биостаро и свое Либо вы переключаете Вот эту кнопочку И подсветку уже Задаете ту, которая вам Нужна Ну и если вам надо Отключить эту подсветку То переключаете на режим работы От материнской платы И уже в программное обеспечение Эту подсветку Отключаете Курай 5 12400F Самый сейчас популярный процессор Холодный Очень быстрый 6 ядер 12 потоков Нулевой здесь маркетинг Никаких энергоэффективных ядер И слава богу Ну сейчас правда все подорожало Но все равно он Один из лучших На рынке Базовая частота 2,5 Турбо бустит До 4,4 герца Гонится Охлаждает у нас Кулер Джонс Батсер 1400 С РГВ подсветка Подсветка у нас Синхронизируется 4 тепловые трубки Это теплопакет 130-140 ватт А у нас процессор Потребляет до 80 Так что за глаза хватит Но эту плату Можно поставить Тот же Ай-7 12700F 130 ватт 13400F Который те же 85 ватт Потребляет 10 фаз питания 2 радиатора на ключах 2 разъема Ультра М2 И 4 слота оперативки Хорошая Добротная плата Как мне кажется Вообще лучшая В своем классе За свой ценник Фирма Биастар Не так популярна Эта фирма Но вообще История у нее Довольно таки большая Еще я наверное Лет 15 назад Собирал на Биастарах Кучу компов Две планки памяти По 8 гигабайт DDR4 на 3200 МГц А дата премьер Максимально объемная Эта плата 128 гигабайт И стоит НВМЕ накопитель Адата Легенд 800 Это PCI Express 4.0 Уже Интерфейс На 1 терабайт Блок питания Deepcool Atlas С сертификатом 80 плюс бронза Ну и тест 3D Mark У нас прошел Свои заветные 9000 попугайчиков Набрал Великолепный результат На самом деле Максимум что можно Еще сделать Посмотреть Как у нас работает Материнская плата С данным процессором Для этого Включим датчики И запустим Тест стабильности Аида Ну и потребление Вот оно В тесте стабильности 65 ватт Это к вопросу Что почему Процессоры Такие холодные Температура 38 Ну вот оно Вот оно чудо Инженерные мысли 4 тепловые трубки И процессор Остается холодный В общем Процессор Можно сказать Лучший На сегодня Ценник системного блока 73 тысячи рублей Ценник еще пока Ближе к старым Но Все равно Постепенно Уходят вверх Поэтому уйдет этот системник Следующий будет Дороже Так что Поторопитесь